Губернатор Приморья Олег Кожемяков встретился с участниками специальной военной операции на Украине. Глава региона навестил бойцов в военно-морском клиническом госпитале ТОВ во Владивостоке. У нас есть краевые награды. Примите эту награду за заслуги перед Приморья. То есть на всей благодарностью законодательное собрание, органы исполнительной власти за ту службу, которую вы несете, за то, что вы высоко держите знамя. И 155-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты. Ну и сами по себе являетесь образцом и мужества, и героизма, который равняется молодежь, и за которого не следно ни родителям, ни близким, ни родственникам, ни учителям, где вы учились. Спасибо вам за это. Олег Кожемяков вручил ценные подарки и краевые награды. Медали Приморья за заслуги командиру десантно-штурмового батальона отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Сергею Кузьминчуку, старшему лейтенанту Артему Дееву, старшему матросу Павлу Ягьяеву. Будем помогать в дальнейшем делать так, чтобы любая наша помощь могла служить сохранностью жизни. То есть любая доставленная гуманитарная помощь, она служила, мы понимаем, о чем мы говорим, на благо, как говорится, да, того, чтобы меньше было гибели, больше было современных средств. Ребята, мы от губернатора, от депутатов ЗАГС Собрания, мы, во-первых, благодарим вас за… вы герои, как сказал наш президент, и для нас всех вы герои. И мы вам привезли сладости, фрукты, чтобы вы могли поправлять свое здоровье, быстрее становиться в строй. Губернатор поздравил командира десантно-штурмового батальона отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Сергея Владимировича Кузьминчука с присвоением звания Героя Российской Федерации. За проявленное мужество, Герои за то, что вы бережете ребят, вот, то есть сами, как командир десанта-штурмового батальона, всегда впереди, всегда сами являетесь примером. И у нас и те ребята, и командиры руководства, и командиры батальонов, и командиры бригады – это образцы для подражания и своих сослуживцев-соратников, и в целом для всего края, для всей страны. В ходе взятия стратегически важного участка морские пехотинцы под командованием Сергея Кузьминчука форсировали водную преграду, закрепились на заданном рубеже и обеспечили переправу первому эшелону. Используя результаты огня артиллерии, танков, боевых машин, противотанковых управляемых средств, противнику было нанесено максимальное огневое поражение для того, чтобы, как говорится, комар носа не подточил. Благодаря работе наших подразделений мы, соответственно, смогли преодолеть реку вброд и вытеснить противника с первой линии обороны. Этот штурм – одна из героических страниц в истории морской пехоты. Губернатор заявил, что каждый из вернувшихся со специальной военной операции морпехов уже стал гордостью своего края и всей страны. Это вообще, конечно, все очень сложно. Все мы переживали. Но есть такая профессия – родину защищать. Поэтому, то есть, набрав же силам ужаса, мы, конечно, все ждали. Если честно, он не афишировал, не говорил. Конечно, мы горды за сына. Но, как он говорит, это не только его награда. Это награда всех ребят, кто был с ним. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых главных задач нашего времени. Это процесс воспитания ответственности за судьбу страны. Майор Сергей Кузьминчук встретился с юными спортсменами в спортивной школе «Бастион». Как и ребята, он был воспитанником отделения «Кудо». Отвечая на вопросы юных спортсменов, Сергей рассказал, что после школы поступил в Дальневосточное высшее командное училище в Благовещенске. Через четыре года вернулся на службу во Владивосток. Начинал с командира взвода, сейчас командир батальона. Если вспомнить, какой пришел, совсем малышом, 7-летним, в 96-м году. Естественно, приходили тогда дети несколько более подготовленные, чем сейчас. Уже там все и отжимались, и подтягивались. Но всегда, знаете, с чем он отличался? Был все время на позитиве. Конечно же, ребят больше всего волновал вопрос, за что Сергей получил такую высокую награду. И слушая рассказ о выполнении боевого задания, наверное, каждый задавал себе вопрос – смогу? Хватит ли духу? Герой России Сергей Кузьминчук отметил, что русский воин действительно славится каким-то высочайшим уровнем духа. Наш русский боец, воин, матрос, солдат, офицер – неважно, они все очень достойные ребята. Русский дух там себя действительно показывает. Люди выполняют такие задачи, которые просто невообразимо себе представить. Артем Белов, Тамара Чупахина, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok